Сегодня делегация Анапы продолжила работу на российском инвестиционном форуме. Глава курорта Сергей Сергеев доложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, какие соглашения подписали муниципальные власти и бизнес. Их шесть. На общую сумму 1 миллиард 800 миллионов рублей. Особого внимания заслуживают два проекта в агропромышленном секторе экономики. Хотел бы отметить, что два из них на базе банкротных предприятий. Самое главное. И одно из банкротных, это СПК Вениамин Генина. Тут связь есть. И развитие виноградовства и строительство винзавода. Мы подписали в прошлом году винзавод. В этом году жилой комплекс у них же там, в поселке Виноградном. В принципе, они являются сегодня главными инвесторами, чтобы вдохнуть жизнь в целом в поселок, который жил за счет виноградовства. И второй, это русская лоза. Это проект уже этого года. Туда заходят собственники права вирсов. Два лота они уже выкупили. Третий лот правоаренды порядка 300 гектаров еще виноградников, которые на раскорчевку. Но я думаю, они выкупят. Там 13 миллионов задолженностей. На демократе есть. Любой проект, конечно, сегодня можно предлагать. Но мне нравится ваш подход. Вы правильно сказали, что вы сегодня предлагаете проекты на базе предприятий банкротов. Мы сегодня привыкли, ребята, идти по интенсивному пути развития. Все вшить. Мы захватываем территории, захватываем земли, переводим их из хоз в промышленности категорию. А можно идти по экстенсивному пути развития. То есть не расширяться, а взять, что мы имеем, его модернизировать и снова запустить в экономику, в том числе и Анапы. Это очень правильный подход. Он, кстати, менее энергозатратный. Удачи. Спасибо. В инвестиционный портфель Анапы также вошли пять проектов на общую сумму 8 миллиардов 702 миллиона рублей. Приток частного капитала ожидает бюджета образующую отрасль, санаторно-курортный комплекс и туризм. Намерение инвесторов построить дополнительные корпуса к санаториям и новые высококлассные отели, современные туристические объекты.